559 фотографий, 121 автор. Фотовыставка под названием «Гран-при по-русски» только что открылась, но уже обрела культовый статус в творческой среде Приморской столицы. Но кроме уникальной экспозиции фотоматериалов российских и советских мастеров камеры, на базе городских площадок проходят лекции и мастер-классы. Одну из них провел знаменитый во всем мире фотограф Международного фонда защиты животных, шестикратный лауреат премии World Press Photo Александр Лыскин. Ну а сама лекция была посвящена его путешествию по всей России и тому материалу, что ему удалось собрать в ходе поездки. Не, ну там, во-первых, жизнь, во-вторых, природу я показываю, раз, во-вторых, животный мир. Дело в том, что именно в своей лекции я хотел показать все, с чем интересна страна. Плюс ко всему памятники природы, памятники архитектуры, интересные обычаи жизни, своеобразие жизни. Ну это как бы, ну, и каждый кадр строился по принципу фотографического образа данного региона. Александра Лыскина в роли преподавателя сменил его коллега по цеху. Автор проекта «Руспрессфото» и еще один мастер проекта «Поколение М», организовавшего выставку – Василий Прудников. На его мастер-классе речь зашла о технике фотографии, ее глубинной сути и особых свойствах. Ну а пока мэтры фото-журналистики вещали для аудитории молодежной библиотеки «Бук», в Малом Гуме в самом центре города уже вовсю работала сама выставка. На снимках ее гости смогли увидеть действительно многое. Грам-при по-русски отличается, пожалуй, от любой фото-выставки, которую ранее освещал Восьмой канал. Здесь мы можем увидеть целый культурный, политический и исторический экскурс. В рамках одной экспозиции соседствуют фото с горячих точек, ярчайшие спортивные мероприятия и даже первый выход в открытый космос. Среди тех, кто пришел посмотреть на уникальные кадры, выполненные российскими и советскими фотографами, были как уже состоявшиеся мастера, так и новички. А попадались и те, кто вообще не имеет никакого отношения к фотографии, разве что собственное мнение. Знаете, мое мнение, ну совсем детям, конечно, маленьким не стоит. Ну, с школьного возраста уже вполне можно смотреть. Пускай воспринимают реальный этот мир. Потому что только хорошими быть невозможно. Стоит отметить, что и фото-выставка, и лекции – далеко не все, что из себя представляет Гран-при по-русски. Организаторы затеяли не просто разовое мероприятие. До 14 ноября все поклонники «Взгляда через объектив» смогут приобщиться к самому грандиозному событию в истории российской фотографии. Ведь экспозиция посетила уже 15 городов, и Приморская столица – не последняя в этом списке. Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.